Быть корректными призвал председатель круглого стола Анатолий Кушнарев. Еще до начала обсуждения злободневная тематика вызвала бурные дискуссии, переходящие в завуалированное оскорбление. После установки коллективных приборов учета в Бурятии счета за свет выросли в разы. Критическая ситуация складывается в военных городках. Там вынуждены платить до полутора тысяч рублей в месяц с квартиры. Федеральный закон призванный уменьшить затраты жителей на коммунальные услуги и повысить энергоэффективность на деле спровоцировал обратное. Каждый гражданин у нас должен знать, за что и сколько он платит. То есть все должно быть прозрачно. На сегодня этим похвастаться могут очень немногие. Во многих многоквартирных домах вообще нет общедомовых таких счетчиков. И этим пользуются определенные компании, которые, будем так говорить, даже и обманывают. Поэтому хотим навести в этом порядок. Особое возмущение общественности вызывает учет чердаков и подвалов при расчете общедомовых нужд по электричеству. Энергосбыт считается с учетом подвала. Вот и вся песня. Если бы без учетов подвала население не станет жалко. Служба по тарифам и жилищная инспекция разделяет мнение ветеранов и судится по этому вопросу с бурят энерго. При начислениях площади чердаков и подвалов, а это примерно 25-30% от площади общего имущества, соответственно и в расчетах 30% составляет, эти действия МРСК не противоречат тем правилам, которые установлены. Еще одним предметом судебного разбирательства стала откровенная война между подразделениями энергетиков. Бурят энерго отказывается принимать данные от Улан-Удээнерго. В итоге страдают простые жители. Улан-Удээнерго взяли и поставили во всех домах приборы учета. В простых жилых домах. То есть для того, чтобы доказать перед МРСК Сибири, что я притащил 10 киловатт, а не 5, как вы мне говорите. Но МРСК Сибири это невыгодно сегодня. И они всяческим путями не принимают эти приборы учета. Я вот разговаривал с Тюреханом, до прокуратуры дошло уже разборки эти. По какая причина сегодня непринятия этих приборов? Проблем никаких нет. Акты все подписаны. Со стороны МРСК Сибири идет саботаж принятия этих приборов учета. В итоге на круглом столе договорились, что меры повышения энергоэффективности должны приниматься, но только не за счет населения. Сергей Соголов, Доржичий Допов, Новости дня.